Продолжение следует... 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 Термин «агнотис» – тот же корень, что русское, но что? «Знание» – это то же слово. Мы все с вами говорим на индоевропейском диалекте, лишь, впрочем, именной вам русский язык. По-русски «знание», по-древнегречески «гнотис», под нас древний индийский «дзняно» – это все равно одно и то же слово. А вот второе греческое слово «эпистэмон». Вот поэтому некоторые классики, ведь заметьте, милые девочки и мальчики, заметьте, вся эта терминология очень поздняя. То есть она вошла в наш научный быт, но если уже быть точным, не ранее XVIII века. И в этом смысле гоносиология или эпистэмонология – это одно и то же. Гегель предпочитал называть гоносиологию, теорию знания. Сейчас большинство философов употребляют слово «эпистэмонология», тоже теорию знания. Так вот, я возвращаюсь. Такой подход возможен, который предлагаете вы. Он очень был любим некоторыми американскими социологами начала XX века, но он рискован. Потому что многое, может быть, придется объяснять, если встать на вашу точку зрения. А что значит толпа? Кто толпа? Двое толпа, второе толпа. Шесть миллионов толпа. Вы понимаете? Шесть миллионов знаний, шесть миллионов сознаний, шесть миллиардов сознаний. И вот в этом смысле очень важно каждый раз нам с вами возвращаться к нашему употреблению самых простых слов здесь и сейчас. Человек, человечество – это ведь не толпа. Это абстрактное понятие. Такое же абстрактное, как животный мир. Или все живое, так? Так вот. Будто был с самого начала врагом абстракт. Жить человечеством. А вы что, знаете все человечество, да? Да и себе одного не знаете. Поэтому я думаю, что поначалу он бы с вами не согласился и потребовал уточнение. Разговор об этом был в буддийских классах, несколько порше. Того времени, когда гипотетически была произнесена первая проповедь, то есть где-то, так уж, скажем, в середине пятого века до нашей эры. То есть буквально в то же время, когда с Афинянами на улице разговаривал кто-то. И был там, ходил где-то хромая, платон, записывал. И все толкал учителя, что, в спину. Нет, 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 Сократ, не так. Не так, я не успел записать. Кстати, это очень важный момент. Я не успел записать. Или нет, не так сказал, а вчера по-другому говорил. Как я буду сейчас записывать? Вы знаете, где такой разговор был? А вы знаете, что такой разговор в философии что? Помогает. Надо же все вырабатывать, вы понимаете? А ученик тут же. А в буддийских беседах это было все время, девчонки. Будда, но ведь ты же вчера на Корейне совсем по-другому говорил. А Будда говорил. На это что? Так это вчера была. А вчера же, мы говорили, я это был другой. И я был другой. И ты был другой. Нет, говорил его секретарь. А нам-то все-таки нет, я запишу, запишу, запишу. Вот. Но ведь это тоже все приближает к пониманию. Видите? Вот потому что философия творилась в какой-то живой действительности беседы. Но чьи их беседы? Беседы нескольких людей, которые уже к этому шли. Будда понимал гораздо лучше, чем мы и чем я во всех случаях, что от нуля заниматься философией нельзя. Ты уже что-то должен был сделать со своим сознанием. Вот, например. А что, например? А вот хочу заниматься философией. Вот это хочу, это уже как бы первый жест, вы понимаете, да? Первый жест вхождения. Если вы скажете, нужно заниматься философией, что я вам скажу, вы на нее полны. Никому не нужно заниматься философией. Потому что если бы ей было нужно заниматься сегодня, нужно однозавтра, нужно другое, да? Вот. Послезавтра третье. Вот в том-то и дело, что уже с древности существовала мысль, что есть вещи, которые никому не нужны. И в этом их огромная ценность. Есть вещи, которые не зависят ни от лавочников Донарси, да? Ни от Нью-Йоркской или Амстердамской биржи, да? Ни от кретинов-политиков, да? Ни от дураков-экономистов, да? Ни от средств массовой информации, не преувеличивайте отличия нашего времени от любого другого. Многое изменилось. Но какие-то контуры, вы это понимаете? Какие-то жизненные контуры, они же остаются теми. Почему? Потому что это контуры бытового сознания, которые меняются очень медленно. Меняются политические структуры, меняются формации, исчезают великие государства. И, слава богу, да? Не любить чего великого. У меня все тошно для его величия. Великая история, как мысли в искусстве. Уже науки, если хотите. Вот. Все это меняется. Но какие-то основные составляющие сознания, Они, я не говорю, что они вечные. Нет, нет. Они просто очень медленно меняются. Они очень упорные. Они, как говорил еще Гегель. Я не люблю Гегеля. Он, типа, такой Георг Фридрич. Я не люблю. Он был великий философ. Он был настоящий философ. Могу, и что? Надо всем отдавать должное. Любишь, не любишь, да? И он говорил, нет ничего консервативнее сознания. А уже он свое сознание там знал очень хорошо. И вот в том-то и дело Будда обращается к своим пяти ученикам. Бывалым людям. Бывалым людям. Знал, к кому он обращается. И вот с чего начинается беседа. Невиннейшее начало. Казалось бы, да. Как избегать крайностей? Да. Ух. О, отшельники. Первая крайность – это переверженность плотским наслаждением. Ну, это мы все с вами знаем, да. Омерзительно, да. Вот. Ну, вот. Она... Какой главный упрек. Плотским наслаждением она. И Будда вводит слово «удивительно» для того времени не только в Индии, но и в Китае, и в Древней Греции. И тем не менее, это слово, которое в этих трех сторонах, было вульгарно. Вот. Значит, плотские наслаждения. Ну, дамы и господа. Ну, так уж все устроено, что мы иногда предаемся плотским наслаждениям. Да. Я против, но предаюсь. Вот. Так это плотские мучения. Что? Тогда это плотские мучения. Я против. А вот. Вот. Вот одно иное. Теперь дальше. Но. Нет проблемы. Обживем. Предаемся друг. Блин. Плохо. Все равно. Предаемся. И так далее. Нет проблемы. И вот здесь-то я и перехожу к проблеме. Почему не все люди? Потому что только у одной разновидности людей вопрос плотских наслаждений становится проблемой. У тех, которые сами себе ее выдумали, эту проблему. У отшельников. Вы же не отшельники пока. Вот. Вы можете сказать, ну это, пожалуй, слишком. Но ведь это несерьезно. Слишком я люблю то, пустое, то, третье, подон. Да? Но это несерьезно. Живем же, да? Живем же. Но достаточно человеку стать отшельником. И это одинаково у буддийских отшельников, у христианских отшельников, у мусульманских, в сути, великих мусульманских. Одно дело вот так расхаживать по Москве, Нью-Йорку или острову Тасмане, посвистывая и глядя на часы. Да, но мне все-таки надо заниматься. Ну а у меня свидание назначено. А потом, а потом ребята в ресторан зовут и так далее. И везде это находят. Это не проблема. А вот когда вы в келье и совершаете ферзенскую непрерывную молитву, и вам в голову лезут плотские мысли, то это что? Проблема. Поэтому эта проблема крайности, это не для всех. Запомните это. И говоря о буддийской философии, нам очень часто надо остановиться, говорит, нет, не для всех. Не для всех. Теперь. А что для всех? Спросим мы у Господа Будды. А Будда бы ответил, по-моему, вещам неоднократно. Для всех? Да ничего не для всех. Всех не существует. Это пустая абстракция. Это был там в дне. Существует только тот человек, с которым я сейчас говорю, которого я учу, вы понимаете? И более того, он уже как бы на половину, или на две трети, или на три четверти выучен. Он уже отшельник. Это очень важный момент. Он уже подготовлен. И вот только для отшельников вопрос о плотских наслаждениях стал проблемой. Почему? Потому что отшельники говорят, к черту плотские наслаждения. Подарить. Ах вот нет, не подавляется? Попробуйте. Трудно. Не подавляется тогда голод, голодовка за голодовкой, самоистязание, иногда самобичевание, иногда лишение еды и сна на месяцах. А буду говорить, что это такая же вульгарная крайность, как предавание плотским наслаждениям. Почему? Потому что так работает обыденное сознание. Как любил говорить один мой покойный друг, очень талантливый русский буддолог. Мы все живем по принципу крайности, который зафиксирован в любой идеологии. Если враг не сдается, то его уничтожают. Это же крайность. Все или ничего. Победа или смерть. Но малейший анализ, еще не буддийский, малейший, такой примитивнейший анализ употребляемых нами слов, это что? Он показывает, что они вздор. Не на философском уровне. А на бытовом уровне. Что на бытовом уровне все или ничего такой же вздор, как и на религиозном. Мы в экономике все занимаемся максимизацией прибыли разных агентов на максимум. Простите, но все-таки вы карманники же сидят. Тут еще три-четыре джентльмена. Один из которых, который ко мне приехал в Лондон, за ним была философская беседа. Говорит, мы же прекрасно понимаем, что нельзя максимализировать прибыли до бесконечности. Это глупость. Что? Глупость. И фирма, как он говорил, не может распространяться до бесконечности. А другой голландец мне говорил, это же относится вот это к вам. Вы потенциально экономисты, да? Клянусь, экономистам очень полезно вообще иметь голову на плечах, а не только в канатке. Что? Ну, а вы понимаете, вот этот любой максимализм, он плох, потому что он максимализм, говорил бы вот. Остановись, подумай, да? Ах, человек говорит, учитель, я не могу. Куда не пойду, передо мной, передо мной видение. Вот, не буду говорить какие-либо. Вот. Обычные, дамы и господа. Передо мной видение пляшет, какие-то голые там за щитцами. Вот. Это я цитирую текст. Вот. А буду говорить, что видение как видение. Таков режим нормального сознания. Только не уничтожай все. Это оставляйся. Ведь в тот момент, когда человек говорит, нет, мне это все противно, да? Он уже впадает в какую-то правильность. Поэтому, но проблема возникает только тогда, когда человеку это противно. Он хочет быть аскетом. Желание уйти от этого. А это желание, это импульс к аскетизму. Делает эту проблему проблемой. А у нас с вами проживем так, да? Ну, конечно, стараясь как-то вводить все в какие-то разумные рамки. О которых Гудай говорил, что самые разумные рамки нормальному человеку для себя сделать очень трудно. Оказалось, что гораздо легче дико предаваться страстям или дико подавлять страсти, вплоть до самокастрации, да? Гораздо легче, чем найти вот эту середину. Середину, которую можно найти только путем сознательных отработок наших переживаний и ощущений. Вы это начинаете понимать? Да? Я думаю, что крайность, это как бы, верно ли, что любой план заранее придуманный в такой ситуации, это крайность? Вы знаете, не обязательно. Я не человек плана. Вы спрашиваете человека крайне некомпетентного. Но угроза крайности есть всегда. И вот как один мой друг, очень большой, замечательный русский мыслитель, к сожалению, покойный, всегда говорил, надо любую работающую группу людей сделать максимально эффективной. А я тогда уже злодел руками. А, собственно, как англичане говорят, so what? So why? А в чем дело? А почему они должны быть максимально? Откуда? Ведь мы это все тоже придумали. Вы это понимаете, да? Откуда? Почему максимально? А почему максимально эффективно? Вот вы понимаете, но ведь это мы сейчас с вами говорим, мы же не отшельники, да? И люди метафизически не такие уж сверх продвинутые. Но мы же понимаем, что это как-то где-то смешновато. Почему обязательно? Прибыль должна быть какой-то гигантской. Мы должны быть какие-то сверхэффективные. А Будда говорил, человек лучше всего находиться в таком уравновешенном состоянии, в котором лучше всего, что думается, не получается, а думается, не достигается, а думается. И вот оказывается, что мы можем одновременно иметь дело с совершенно разными концепциями эффективности. Или как другой мой друг, друг, ныне живущий в этом городе, говорит, эффективно, это когда мне интересно. как могут на это смотреть экономисты. Кстати, не всякий экономист скажет, что это ерунда. Вот. А один мне просто сказал, а если вы хотите, чтобы было интересно, уверяю вас, это тоже стоит очень больших денег. крылья, а ведь это не жестко, вы понимаете, это была не только шутка. Чтобы кроме получения прибыли, вам еще было интересно. Вот. То есть мы все время в этом уходе от крайности, мы идем от нашего эмпирического сознания, бытового сознания. Ведь мы сейчас все беседуем в терминах бытового сознания. Но, когда Будда говорил, что приверженность крайностям, будь то крайность плотских удовольствий или крайность их подавления, она вульгарна. А что значит вульгарна? Определение дается в комментарии на первый же текст. Определение вульгарности, которое дал Будда своему секретарю Аннандзе, я считаю, оно имеет силу по сегодняшний день. Вульгарна, это все то, что, как все, да, как кто? Все. А вот в том-то и дело, как неизвестно кто, о каких мы говорим. Все. Тем не менее, они обладают какими-то свойствами, их нету, да? Вот, вот, о-о-о-о-о-о, а вот это Данила, девушка, напомните мне Ваше имя, Наташа. Девушка по имени Наташа сейчас сделала очень четкий эпистемологический ход. Она сказала, всех нет, тем не менее, они обладают какими-то свойствами. и Будда сказал, они обладают таким свойством, как вульгар. А вульгарное и нормальное в Ваше понимание одно и то же? Не в моем. В понимании Будда совершенно одно и то же. Совершенно одно и то же. Хотя в буддизме, но не в моей личности. Можно еще вопрос? Да. Я не знаю, как у всех, но лично у меня слово вульгарное имеет какой-то негативный немножко оттенок. Это как-то соответствует буддийской философии. Абсолютно. Потому что это мешает мысли. Если вы мыслите как другие, даже не как все, как другие, как другие, это мешает развитию вашего собственного сознания. Вы все время говорите, ого, Петр сказал так и вам, так и Гегель, так. Что? А как я узнаю, что я мыслю так же, как мысляют другие нежели? Узнаю, как они мысляют. А вы знаете, вы знаете, как они мыслят, иначе вы бы так не мыслили. Вот это опять эпистемология. на самом деле здесь подразумевается какое-то, вот как, сейчас есть такое английское выражение common consensus. Вот. Вообще, вы ведь знаете все английский, да? Что? Прекрасно. Что? Да. Вступительный экзамен по английскому. Вот. Это, конечно, хорошо бы, чтобы вы занимались и древнегреческим. Никто от этого не умирал. А вы видите, огромное удовольствие. Вот. А ведь человеку, который так и не отдалил древнегреческим, не успел. Или лучше санскрит. Что? Может лучше санскрит, тогда сразу. Простите, мой дорогой. Жутко сложная грамматика. Валерий. Ну, разумеется. Видите, мы отвлекаемся, но я решил, что я буду отвлекаться. Теперь. Но если вы выучили санскрит, хотя бы двухгаличный курс, то после санскрита по-прежнему древнегреческим будет как ну, почти родной. Вот. А если вы еще съездите на пару месяцев в ныне независимую Литву и выучите литовский, этот древний индоевропейский диалект, дославянский, то тогда после литовского, если циклон славянский подручите, то тогда вам греческий это просто, вы знаете, на ходу. Ведь мы все говорим на диалекте индоевропейского языка, именуемом русский язык. Это вы знаете, да? И как делали, конечно, вам неизвестные великие московские лингвисты, вот, они, один из них составил текст на две страницы, русский, совершенно одинаковый с древнеиндийским, как в Параткин, но вот, и там, и там грамматика, и греческая грамматика, поэтому трудно. А грамматику не хочу сокращать, ее надо лечить. Вот. А если хотите заниматься языками с легкой грамматикой, например, ой нет, нам, правда, не общаться говорить не будем. Какой язык? Не верю. Немецкий. Немецкий. Ну, трудноватый такой язык. Что? Нет, я говорю только про индивидуальный язык. Английский, да? А пожалуйста, пожалуйста, когда мой маленький сын когда-то плакал, целый, он уж теперь очень большой, и говорил, и говорил, ну, английский, этот же язык невозможно выучить. Почему? Чем легче грамматика, чем большее значение имеет, что? Думайте быстро. Количество слов. Вы этого не знали? В русский язык, если вы выучите грамматику по винограду, скажем, настоящую русскую грамматику, а не всякую ерунду, вот, если вы выучите русскую грамматику, то вам достаточно одной тысячи слов, чтобы читать. Чтобы читать довольно трудные литературные тексты. Английский язык вы грамматику учите за три недели. А чтобы читать классическую литературу, вам нужно пять тысяч слов. Понимаете? И совершенно то же самое сохраняет свою силу в отношении любых языков мира. Чем труднее и сложнее грамматика, тем как бы легче обходиться с небольшим количеством слов. так что понимаете, как бы совсем бесплатно изучать язык нельзя, надо выбирать. Но скажем, возьмите такой язык, как китайский. Занимались кто-нибудь это? Кто-нибудь начинал заниматься китайским? Да. Ну, китайскую грамматику при средних способностях за два месяца вот так вы выучите. простейшая грамматика. Вот. А русскую год нет, за год упорного труда. А санскритскую два. Вот. Так, хорошо, ладно. Так, возвращаю вас к первой проповеди. почему из вас, а я ждал кто-нибудь, хотя бы кто-то не спросил, на каком языке говорил куда? Что? Да. Куда? Куда? Нет. санскрит был разработанный литературный язык, язык ритуала, язык священных текстов, на котором никто не говорил. А тогда вообще, зачем вы кроме хинги говорили в технице? Простите, хинги пришлось еще ждать примерно две с половиной вещи, чтобы появиться санскритом. А я, что? Вот. Говорили на так называемых пранскридах, разговорных местных диалектах санскрита. Как? Милые дамы и господа, ну что же, я должен это с вами делать на ходу тоже. Вот. Никто никогда не говорил по-латыни. Никто. Потому что это был язык образованнейших слоев населения, язык ученых и литературных текстов. Язык поэзия. Люди говорили на своих диалектах местных, очень схожих с латынью. У меня вот такой вопрос. Я читал комментарии в первом семинаре. Я так понял, что вначале они передавались устно, из узка уста, эти вот пробори, а только потом они были записаны. И не факт, что они были записаны на том же языке, на котором первоначально говорил Будда. Да. Вы понимаете, когда ищет как здесь слово «язык», его можно заменить словом «диалект». Диалект. Вот это не вопрос, а при конверсиях не постиралось как обычно. Нет, я сначала вот отвечу на этот. Будда говорил на одном «Ранее буддийская традиция» была только устной, только на запоминание. А откуда она идет? Писать мне у меня. Из древней индийской священной ведийской традиции, где все было только устным. считалось, что любая зрительная фиксация священного текста его проходит. Вы знакомы с этим явлением? В отличие от всех культур, из которых мы в конце концов выросли Ближнего Востока, где письменность всегда играла с самого начала огромную роль и где священный письменный текст был священным. В Индии священным было только сказанное слово «звук». Понятно. И это перешло на буддизм. первые по крайней мере три века с пятого до второго. Все проповеди, которые вы читаете, вся эта философия была только устной. Она запоминалась учениками, у которых был феноменально разработан еще с древних индийских времен аппарат аппарат слуховой памяти. И эти тексты, скажем, древнеиндийские, виденьские тексты, которые были созданы по-видимому, устные, только устные, которые были созданы в XII-XIII веке до нашей эры, оставались устные в течение по крайней мере полутора тысяч лет, передаваясь от одного поколения к другому, от учителя, к ученикам, он становился учителем, к ученикам и так далее. Устная традиция. При этом заметьте, дамы и господа, если вы этого не знаете, что по точности передачи устная традиция. Точнее. Гораздо точнее. То есть, они умудрились за полторы тысячи лет сохранить обозначение повышения и понижения всех ударений и интонационных изменений. Можете себе представить? А как это проверено? Как это потом это было записано? Это проверяется потому, что если вы сегодня поедете в Пуну или в Бенарус, вы пойдете в храм и услышите там эти уже скоро двух с половиной тысячелетние тексты, распеваемые учеными Брахмана. Вот. А проверялись в двух разных местах? О, не только в двух разных местах, в десяти. Это их поэтому оказалось санскритское, древнейшее, только язык назывался ведийский санскрит. Фонология разработана блестящей. Почему письменный текст война, пожар, землетрясение, цунами все уничтожается? Так? Нашествие кочевников все уничтожается. Ах, в сусном тексте чтобы его уничтожить, надо уничтожить последних носителей. Не правда? А сколько носителей в каждом момент времени? А вот, понимаете, любая устная традиция, она ориентирована не на количество, а на передачу, на количество во времени. Ну тогда очень легко прерваться. Если там один человек, все это вы знаете? А вы знаете, что интересно, мой дорогой, исторически оказалось, что не дана из устных традиций. не прервалось. Потому что всегда сидел в Гималах какой-то чудак, вокруг все пылалось, киданий, убивали китайцев, китайцы киданий, потом монголы, алтайханы, да, и всегда оставались какие-то люди, и их ученики, и уже ученики их учеников. Потому что любая устная традиция начинается с класса, сидели в храме на сыновках, как сейчас сидят, с класса, где учитель говорит, его слушают два ученика, третий комментирует, и они независимо друг от друга запоминают. То есть вот вам три будущих учителя. Очень трудно прервать традицию, скажем, в Тибете тантритская традиция, которая шла по схеме, то есть передача шла не только от отца и мужа, но от матери, жены, бабушки и прабабушки. А вот вы знаете, вот такие когда китайцы решили на революционной волне в 1959 году разделаться с этим, им казалось это очень легко. Что было легко? Они стали взрывать храмы, но это нормальная вещь, это в Москве было в свое время, это нормальное занятие политических кретинов всех времен и народов, будто Сталин Мао, кто угодно другой. Вот они взрывают храмы, но в особенности я сам читал директив 6-го военного округа китайского «Жечь рукописи». «Жечь рукописи» и «Жечь рукописи» подписывал лично в 1921 году кто? Владимир Ленин. Владимир Ильич Ленин. Не буду паскировать. Вот. Вы знаете историю свою, я надеюсь, как-то, да? Переписка к одному письму. Дорогой мой, Владимир Ильич пишет, дорогой мой, главное не уничтожать церковную утварь. Она еще может пригодиться. То есть можно продать, да? А сжигать списки книг и рукописей. Разве не могли ли продать их за границу? Да. Времени не было. Не будьте никогда этим несчастным людям в столь тревоге. Потом стали продавать, когда пришли в себя. Потом все стали продавать. Вот. Нормально стали, да? Но понимаете, а вот устная традиция, и все. Да. И вот, когда первые европейские исследователи, замечательные, которые принялись изучать Полиназию и древнее население Новой Зеландии, Как она называется? Маури. Маури, да? Через тихий океан в Новой Зеландии. И они все. То есть маурийские передания дошли до нас буквально, а у них не было письменности. Так что это я сделал, это непростительное отвлечение, чтобы вы поняли, что устная традиция имеет огромное значение. А был вопрос, правда? Да. Да, пожалуйста. Да. Все-таки по поводу языков и понимания того, что мы, честно, русскому знаем эти древние проповеди. То есть ключи все-таки, наверное, это термины, да? Там были ключевые термины, которые изначально все-таки обозначались, например, на санскрете. Вот. Они были глубоко... Понимаете, в том смысле, в каком, например, читая сегодня, читая сегодня гениальных итальянцев позднего возрождения, да, разумеется, то у них и все термины, и все слова римские. Но они уже, ну, скажем, таких, как Макеевелли, Пико де Мерадоно и все прочее, все это, весь этот итальянский блеск. Это произошло-то сговорное латыни. Но важно вот что. Здесь важна память, откуда итальянцы знали. Поэтому каждый культурный итальянец обязательно знал латынь. Каждый культурный итальянец обязательно знал древний греческий. Никакого нулевого уровня знаний не было. Это мы сейчас помешаны, дураки. На нулевом. Давайте начнем с нуля. Да, ничего мы не знаем. А те, кто ничего не знают на данный момент, никогда больше знать не будут ничего. Надо на данный момент знать. Вам это понятно? Вот так, в любой момент, из кожи вывести, а что-то реальное знать. Понятно? А если вы не будете знать, то вы превратитесь, я читаю периодических статей, в уродов экономистов, которые пишут об экономике, не зная происхождения слова «экономика», которые употребляют слово «хозяйство», не зная происхождения русского слова «хозяйство». Так. Или нынешних политиков, глав великих держав, которые двух слов на своем языке связать не могут. Мы в этом смысле живем в период феноменального общественного нережества. Не думайте об этом. Постарайтесь себя от него сохранить. И в тот момент, когда вам приходит мысль, «Ну, этого мне знать не нужно». Это первый признак того, что нужно. А зачем мне это знать? Это очень ценная мысль. Если она приходит в голову, значит нужно. Дорогой Данила, я вам даю честное слово, в этом вы можете мне поверить. Времени нам Господь дал сколько угодно, только чтобы мы его держатели долго. Времени до черта. Понимаете, я раньше, у меня все было отмерено. Я думал, да, вот так еще. Значит, час, теперь я могу покурить. А вот, ну, этот час, он должен быть реально заполнен знанием. И потом оказывается, что времени по уровню нашего сознания у каждого более чем достаточно. Это на моем личном опыте. Вот я страшный враг времени. Я не люблю время. Не люблю смотреть невротически на часы. И каждый раз все равно. То, что думается, оно будет думаться даже еще в нем времени. И будет знаться. Итак, идем дальше. Слушайте. Знаете, вот напутствуя меня сегодня на семинар, один мой друг, прекрасный русский философ, о котором ниже никто не знает. А в России вообще знает о всех идиотах. Так? О немногих талантливейших русских людей русские не знают. А через сто лет будут говорить, мы первые придумали то, мы первые. Придумали другого. Да? Вот это исторический кретинизм. Вот. Он говорил мне, слушай, говорит, только помни, не жалей времени и по ходу дела рассказывай им обо всем. Да я не говорю, как я не знаю. Вы понимаете? Но иногда это необходимо, вы понимаете? Хотя бы вот об этих языках. Вот. Потому что все уже матерые московские буддисты, они мне недавно уверяли, что Будда говорил языком молчания. Вот. А это я знаю. Это хорошо. Да. Вот. Но тексты же у нас есть. Да. И вот. Значит, эти тексты говорились Будда и его учениками в V веке и отставались только в устной традиции. до первого века до нашей эры, когда по повелению цейлонского царя Ватчагаманы они были высечены на камнях уже нормальным письмом. Значит, по сравнению с ведийской традицией, буддийские тексты существовали немного там. Ерунду. Ну, лет 350 в устном виде. И разночтений почти нет. Опять из-за идеально точной передачи. Так, теперь дальше. Значит, поговорили о том, кому, кому обращался Будда. Теперь поговорили о том, что такое вульгарный. Да? Так. Запомните санскритский, он же палийский термин для слова вульгарный. Ан. Ан – это негативная частица, как А. Индеревитетский. Ан – ария. А благородный – это ария. Арицы. Да, арицы. Да. А определение благородного – не дибельское там ария, это арицы. Ария – это тот, кто совершает священный ведийский обряд. Это не цвет кожи. Это не язык. Все, кто совершали древнейший ведийский обряд, они ария. И в других индоевропейских странах ария означало то же самое. Древние перцы называли свою страну Ария-намве-джао. Страна ариев. Именно в религиозном смысле это слово имело только один смысл. Ариец. Религиозный. Так, а какой народ до сих пор носит название ария? Ну-ка. В Европе. Ну, быстро. Мобилизуйте ваш английский. Ирландцы. Название Ирландии – ари. С биндоевропейских времен. Ария. Так вот. Значит, понятие благородный – это, понимаете, оно очень просто расшифровывается в тексте. Ария и вульгарный – не ария. Ан-ария. Ан – отрицательная частица. Вот. Понятие благородный означает буквально буддизм. В отличие от древнейшего индийского, благородный тот, кто совершает обряды, следует священным текстам. В буддизме это понятие получилось совершенно иное трактовку. Благородный тот – это, цитирую поздний буддийский текст, сам исключил себя из всех остальных. Сам исключил. Ведь вас никто не гонит, волшебники, да? Никто. Под кто-нибудь в лес гонит? Нет, вы. Да? Обязательно вот себя исключать куда-то в лес? Или можно себя исключить и оставить на месте? Моя дорогая, если бы это было обязательно, то не было бы исключительности. А это бы стало, как все, это стало бы бульгарным. Вот так примеры приводить, что в лес. Да, вот так. А там говорилось. А там говорилось до буддийских текстов. Вынужден говорить и о них. Вы мне будете помогать со временем, да? Да. Я боюсь, что мы смертельно не успеем. Но поскольку Господь придет на помощь и даст еще временем. Господь, а не Сергей Гуриев. Хотя, может быть, они договорятся. Друг с другом. Понимаете? Грубо говоря, до буддизма идея жизни, жизни нормального индийца. А что значит нормальный? Свободного. Нормальный – это свободный, не раб. Не раб. Нормальный – это обладающий минимальный штамм собственности. Обязательно. Вот. Никакой пропаганды бедности там не было, уверяю вас. У которого есть скот, пашня, дом, семья. Ну, что он делает? Разводит скот. Рожает с вашего любезного разрешения детей, да? Но он в школе уже приучился кое-как. Школа – обязательно. Сельская общинная школа. Вот. Обязательно. Они были цивилизованные, вы понимаете? Они были канальские цивилизованные. А нормальный человек был декомщином? Ни в коем случае. Это совершенно здесь. Никакой разницы между мужчиной и женщиной. Пока нет. Пока. Пока, то есть в моем рассказе. Правильно, что задали вопрос. Так. Ну, значит, он все дела свои устроил. Жена ему. Детей рожает. Там слуги смотрят за скотом, да? У него какое-то положение вообще не в деревне. Это все село. Никаких городов нет. Да, вот. Дамы и господа. Заметьте, пока нет никаких городов. Все, о чем мы говорим. Все окружение – это чисто сельское занятие. Занятие – это холебопашество, скотоводство, кузня обязательно. Они были гениальные кузнецы. И, конечно, необходимое занятие нормального человека, арица, который соблюдает обряды, да? Необходимое занятие – это какое? Война. Все время же племена друг с другом сражались. Сражались за земли, за лесные угодья, за место на берегах рек. Все было нормально. Уверяю вас. Убивали друг друга нормально. Да, обманывали друг друга нормально. Наживались, богатели. Феноменальное благородие земли. Это была почти райская область. А сейчас вот многие, даже вот серьезные экономические историки говорят, что, конечно, условия жизни там были какие-то близкие к райскому. Прекрасный климат в Северной Индии. Теперь все, да. Воспитал детей, да, хорошо или плохо. Хорошо, с моей точки зрения. Дети обычно не воспитываются. Правда, быть беден. Вот. Все. Выполнял обряды. Дом. Земли. Все. И тогда, по традиции, он включается в следующий период жизни. Он говорит, хватит с этого, да. Хватит. Я уйду в лес. Надоело мне вся эта суета со скотом, с воинами, с женами, с пленными, с деньгами, с общинным советом. Вот. Понятно, да? А если у него маленький-маленький ребенок? Я думаю, что у него женщина. Да, 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 дорогая моя, да какое там если у него уже, я думаю, к этому времени маленьких-маленьких нет. Это уже 32, 33. У него же они там подросли. Потом, это же были люди больших семей. Он был глава семьи. Глава дома. Глава семьи. Семей меньше, чем 15 человек практически не было. Так что за детьми было кому присмотреть, знаете, в избытке. Я уже не говорю про конеков, слуг. Вот. И он говорил, хватит. Теперь я буду заниматься только религией. Это до буддизма, вы понимаете. Виздийской религии. Я буду в лесу жить, не буду заниматься всей этой чушью. Вот пусть там мои родичи, я уже сказал в совете, что я кому оставляю. Там жена разделывает. И тут оказывается, что жена говорит, а я тоже. И у нас уже в поздних письменных текстах тысячи людей уходили парами. Уходили парами в леса, жили там в хижинах, совершали там обряды и молитвы ведейские. Он уже целиком во власти богов великих. Агни бог огня Индера, воинский бог арийцев древних. Вот. Он на все идет. Он уже начитаннейший в религии. То есть сослуха. Начитанный в смысле. Читали же про себя, все помнили. Ничего не было написано. Когда я говорю начитанник, я говорю, простите, наслышанно. Да. Теперь. Год, два, три. И тогда он говорит. В общем. Что? Все понятно. Надоело. Надоело. Заметьте мощнейший человеческий импульс, который проявляется у всех сколько-нибудь талантливых людей. Когда что-то получается, да? Сделано, да? Что? Опять этим заниматься, да? Надоело. Вам это понятно? Надоело. Что? Я же это знаю. И тогда последний период, когда он полностью, сначала он порвал с миром общество, экономики, войны, политики, коров, всяких хлебов, кузнец, да? Жен, наложниц, слуг, воинов. Ушел в лес. И теперь он рвет с миром эрелики. А? И становится абсолютным аскетом. На санскрите Саньясин. И этот аскет, у него есть одно место, дорога. В странстве. Он становится странствующим от Жени. И вот эта пятерница, которым Будда преподал первую проповедь, была уже из-за этой категории полных аскетов. Понятно, да? Аскетом была уже религия абсолютно безразлична. А вот почему? У вас есть какие-нибудь эпистемиологические мысли? Почему? Вы видели ее крайности. Нет, это другой вопрос. А первая крайность религии какая? Наш, не наш, да? Это из нашей веры. Это из не нашей. Но вы понимаете, что для философа, для полного аскета, наше, не наше не может существовать. Вы понимаете, да? Даже не для философа, а для любого нормально мыслящего человека категория. Наш, не наш, это бульгарно. Это низко. Это вам понятно, да? И так стали формироваться колонии странствующих аскетов, которых очень часто называли на санскрите шрамана. Шрамана – это древнеиранское слово, которое иногда ассоциирует со словом шаман. Я не знаю, правильно это или нет, это за споры идут на эту тему последние 60-70 лет. Ну, людьми ищем заняться спорить, да? Правильно, все равно интересно, да? Ну вот, так вот. И вот, теперь вы знаете, это период. А вот, начиная примерно с начала 20-го века, когда люди стали серьезно интересоваться и историей буддизма, было установлено по документам китайским, манчжурским, монгольским, тибетским, было установлено, что аскетизм в Индии 6-5 века принял масштабы национальной катастрофы. То есть, самые сильные и талантливые люди, вместо того, чтобы сражаться за своего царя, за свое племя, они в это время занимались обсуждением вопросов, связанных с Атманом Брахманом, с высшим духом и высшим я. Что, по мнению гениального русского будолога, Федора Ипалиевича Щербацкого, в значительной степени послужило к экономическому упадку долины Ганга. Так что, вы видите, вот вас интересует вопрос уже коллективности и массы. Например, Щербацкой и его западные коллеги в то время, то есть английский, в основном а французский, они считали, что это был феномен коллективный, если не массовый. Но опять, я вас очень прошу, если я усилил... Сколько еще времени? Нас минуты привело. Да, теперь слушайте. Если я усилил негативный момент, надоело, так, то я сделал большую педагогическую ошибку. Потому что надоело, это только одна сторона дела, это негативная интенсия. Надоело была мощнейшая, позитивная интенсия. Познать конечную истину. А где ее можно позвать? Ведь не в Хлеву же и не в Государственном Совете, да и не в Гариме Царском. Нет, о, Абуда бы сказал, о, гений, он может и там, и там, и там. Но ведь, согласитесь, мы же не гении. Нам нужен какой-то минимум условий для измененного режима сознания. А уход в полное скеды означал, что резкое изменение режима сознания. Что значит изменение режима сознания? Запомните. Это выражение имеет два смысла. Первое. Изменение объектов, которые сознание осознает. И второе. Изменение способов, которыми сознание пользуется при осознании этих объектов. Понятно? Это очень краткое, чисто феноменологическое объяснение. Что значит изменить режим сознания. И вот вы видите сейчас, в пятый век, в долине Ганга появляется первое великое военное государство, ставшее потом империей, Магадха, где все это и происходило. Оно постепенно подчиняло себе местные племена. Сначала, как полагается, все начиналось с того, что оно давало им определенное самостоятельность. Потом стравливало одно время с другим. Ну нормально, да? Неинтересно. А то рутина повторяется последние пять тысяч лет довольно четко. У всех великих держав. А это выросла великая держава. Вот. И стали появляться в долине Ганга что? Города. Какая же это великая держава? Без столицы. И возникла Магадха со столицей в городе Паталипутре. Возникло огромное царство. Под территорией где-то, ну я бы сказал, раза в два превышающая Киевскую Русь. И со столицей в Паталипутре. И стал резко меняться уклад. На первый план стали выдвигаться не жрецы и воины, а кто? Купцы. Потому что они, потому что воины, как всегда, они растрачивали богатство. А купцы его собирали. Без купцов не было бы городов, дамы и господа. И вот в одном из таких городов, вот, и появился Будда. Первая проповедь была произнесена близ одного из таких великих городов. Вараняси теперь называется Бенарус. Поэтому, в известном смысле, поскольку именно так реализовались в этом контексте первые проповеди Будды, мы можем сказать, что в отличие от древнейшей идейской, индийской религии, которые были, по-моему, чисто сельским, не было ни одного города. Дамы и господа, чтобы быстро это пройти. Как я говорил, не было письменности, не было ни одного города. Была феноменально сложная система устных священных текстов и обрядов. Феноменантно сложная система. И, что самое важное, не было архитектуры, не было городов, не было стен. Это была чисто сельскохозяйственная культура, в которой возникла одна из самых развитых жреческих религий мира. А вот буддизм уже возник в ранних городах. Почему? Потому что буддизм стал использовать людей, которые знали уже не только свое. Вы понимаете, что люди, которые знают только свое, никакому философскому движению не способны. Никакому. Да они обычно и своего не знают. Потому что нельзя знать свое, не знать чужого. Так? Непонятно? Непонятно, да? Поймете скоро вас. У них тоже буддизм стал массовым явлением. Стали присоединяться уже и простые, и знатые. Да. Не было дальше подготовленных. То есть настал пульгазм. Мой дорогой, я не хочу вас огорчать. Но, слава Богу, сейчас уже у нас есть какие-то данные. Еще 20 лет назад я бы не мог ответить на ваш вопрос. По-видимому, в период наибольшей популярности расцвета буддизма в Индии, в Древней, скажем, в третьем уже веке до нашей эры, то есть через 200 лет, так после начала, буддизма русной традиции отшельнической, буддизм охватил максимум 1-2 процента населения. Почему? Это в Индии, наверное. Что, в Индии? В Китаре, я понял, стал массовым. А когда? Через 1000 лет. Так мы же говорим сейчас. А вот в раннем грудизме. Он был в Индии. Он никогда не был государственной религией. Или господствующей религией. Некоторые цари пытались, как о шоке, и ничего не получилось. Почему? Твоей пользы не было для людей. Что? Ну, для каждого там, для этого человека не было пользы. Вы знаете, о, я думаю, что до рассуждений о пользе они еще не доходили. Потому что нет. Потому что он был чужой. Это было не их, не их община, не их семья, не их скот, не их лев, не их политика, так? Не их война. Буддизм с самого начала в этом его историческое уникальность. Он возник как что-то глубоко чужое тому месту, где он возник. Почему? Притом, что Будда... Сколько осталось? Возвращение в воде. Да. Притом... Я не хочу вас заморить. Видите, вот это... Та стена отчужденности, которая была создана в раннем буддизме, полная. Вы не думайте, что это древние индийцы с самого начала сошли, сочли его чужим. Это сам Будда и сами выяснили. Он говорил, это не для вас, вам нужно в том числе. Только для тех, кто очень захочет. Что? Знать выше мистер. А кто хочет знать выше? Тут коров надо давить, налоги платить, война. Да? И вот эта стена отчуждения между буддизмом и древней Индией никогда не была разрушена. Даже на самом пике, максимум, может быть, первое и второе века нашей эры, в северо-западной Индии уже, а не в долине Ганга, как сейчас считают историки, которые уже не только считают, но и посчитали очень быстро. Максимум 3% на сегодня. То есть это было течение в высшей степени элитное. То есть элитное, которое само люди считали свое тех людей, которые свое стали считать чужими. Это очень важный момент. И это вот тот момент, который удалось избежать какой религии? На раннем этапе христианства в первом веке нашей эры. Вот христианство благодаря теме одного человека какого? Какой Маркафин? Нет, подождите, допустим, нам с вами еще нас дожить. Нет, простите. Апостол Павел. Апостол Павел просто, то есть, собственно, говорит, он ведь и есть автор христианства. И он-то понял, нет, тут надо быть крайне осторожным. Это был умнейший человек, гений апостол Павел. Собственно, автор христианства, как мы его знаем, вот понял, надо быть осторожным. Ну, христианство тоже осталось кубаку чуждым иудаизмом, так же, как иудаизм. Вы понимаете, но иудаизм-то в это время уже переживал страшный кризис. Ну, первоначально это была секта внутри. Вы знаете, это сейчас, это очень, я не хочу вас вводить в заблуждение, я некомпетентен в истории христианства. За это надо заниматься, а поскольку этим занимаются сотни талантливых людей, вы знаете, как бы обычная отговорка недоучек. Это я знаю по своим детям. Да, этого никто не знает. Вот. А на самом деле вещей, которые никто не знает, осталось очень мало. Сейчас этот период в истории христианства изучен, переизучен. И мы видим, как несколько людей, заметьте, дамы и господа, все христианство было сделано максимум четырьмя-пятью людей. Почему? А потому что никакое великое дело большим коллективом вы не сделаете. Нет таких дел. Нет таких дел. Вы знаете, что одна из величайших архитектур в мире. Может быть, вы интересуетесь немного теорией искусства и истории? Нет, да? Так. Надо сказать Сергею, чтобы вообще вам ввели какой-то серьезный, общеобразовательный курс истории и культуры. Да, да, да. Один из самых замечательных архитектурных феноменов в истории человечества, готика. Слышали, да? Как недавно, лет сорок назад, было установлено, вся была придумана. Вы можете себе представить, тысячи соборов знаменитых. Четыре-пять человек максимум. Четыре-пять денег. Придумали. А если бы их было сто, то никакой бы готики вы не видели. была бы большая мастерская на Средней Прогрессе. Я уже не говорю о том, что реальную роль, сколько-нибудь реальную, в становлении ислама сыграло три человека, включая, естественно, жену Прогресса, которая сыграла огромную роль. А кто еще дядя? Что? Дядя его. Жену. Кто третий внук? Что? Кто третий внук? Видимо, дядя все-таки. Дядя, который контролировал дела фирмы. Потому что Мафамаджи был владелец огромной фирмы. Одной из самых больших торговых фирм того времени. Это была богатейшая семья. Так вот. И более того, я недавно стал просто думать, действительно, хорошая вещь, интересная вещь, что мы многими людьми видели. Она становится тогда модой, да? И начинается производство дешевки во всем, в религии, в философии, в литературе. Ну, это вам понятно. Одни интересы. Что? И вот так это крайне элитно-религиозно-философское движение двигалось постепенно к началу нашей эры. Хорошо, я вам там сейчас отдохнуть. Я не хочу, вы понимаете, быть ответственным за нервные срывы. steem. И еще есть элит остановы Елине. Алексею Мушеру. Кириле Молаховой. Екатерине Невенковой. Ивану Потехину. Куслану Гарриеву. Иене Сусловой. Чистякову Ласкегору. Судьба Александров!